Итак, дракон. Прежде чем мы приступим к оформлению крыльев, хвоста, мы знаем, что у нас есть здесь сердечко, где он будет держать это в когтях. Значит, в этом случае сердце надо сделать первым. Я примерно вот тут набросал. Ну, как обычно, делаются такие металлические сердечки. И мы с вами тут установим вентилятор, который умеем делать, потом тут пару ношек будет, и сосуда. Я хочу сказать следующее, чтобы вещь выглядела интересно, она должна быть объемной. Поэтому мы создадим сейчас с вами подложку из различных материалов, а потом уже будем накладывать сюда саму форму. Вот так, начинаем. Так, не хоть жалко ручки мои белые, но нокаточки чистые. Давайте начнем. Так, для начала мы вот тут смажем нашего запеченного дракона и начнем создавать объемчик. На котором мы поместим все уже остальное. Аккуратно сглаживаем. Учитываем, что здесь у нас в этом месте будет вентилятор, поэтому сразу сделаем углубление. При этом стараемся не терять окончательно формы. То есть вот так будет выглядеть в итоге поднятое наше сердечко. Отлично. Вентиляторы мы с вами уже умеем делать, но тем не менее повторим. Сначала сделаем корпус. Для этого я возьму вот вот эту вырезку. И обойду ее по краешку. Тем самым мы создадим корпус для вентилятора. запечем. Запечем ее. Этот корпус. До того, как запекать, сразу же украсим тут элементами напоминающие заклепки. Для пущей красоты еще вдавим тут серединочки и отправим запекаться. Так. Спичка вынули. Теперь снимем аккуратненько, чтобы не порвать. Так. Примерим. Здесь вот оно где-то и должно быть. Большой-большой вентилятор. Так. Теперь сделаем сам вентилятор. Возьмем это же колечко. Вырежем кружочек. И нарисуем на нем такую букву Ж. Разделив тем самым почти на одинаковые части. Это будут наши лопасти. Срежем. Такую пимпочку сделаем в середине. Так. Украсим ее. Приподнимем лопасти. И тоже так отправим запекаться. На донышко нашего вентилятора положим такую круглую пимпочку. А на нее уже сам вентилятор, чтобы он поднялся и показал объем. Так. Вытащили наш вентилятор из печки. Теперь его немножко подкрутим. И с помощью геля поставим на место. Вот так. Так. Эта самая большая часть у нас готова. Теперь давайте займемся патрубками. патрубками. Я из экструдера выдавил тут парочку колбасок. таких. И теперь начну крепить их на место. Так. Так как мы делаем такое подобие, скажем, механическое, то никто нас, конечно, не обвинит в том, что не всегда и не во всем совпадает в анатомии. Ну и теперь, раскатав потоньше, наделаем полосок. Они придадут эдакую механическую картинку, вид нашим сосудам. И превратят их, по сути дела, в патрубки. Так. Которые мы тоже можем так аккуратненько пройтись. Иголочкой. Здесь я хотел бы в качестве подложки сделать что-то напоминающее такую вещь. Поэтому самым простым, на мой взгляд, является просто взять вот эту вырубку и наделать подходящих отверстий. Вырезав необходимый нам кусочек, можно сюда его и наложить. Лишнее просто напросто отрежем. Вот так. Тучи такой же кусочек, только уже более с мелкими отверстиями. Положим сюда. Вот так. Сверху начнем накладывать шестеренки, которые я делаю при помощи молдингов. А если у вас таких нет, то вы можете сделать это вручную. При помощи того видео, которое я рассказывал, как делать шестеренки. В этом не составит никаких проблем. Накладывать будем так, как считаем нужным. Не обязательно следовать именно моим инструкциям. Тут уже каждый может выбрать для себя. С помощью экструдера я быстренько надел таких трубочек. И вот сейчас начну их здесь разбрасывать. Имитируя внутреннюю жизнь, сердечко. Теперь наступает время создания кожуха. У меня есть такая ручка от гантели. Очень хороший рисунок. И поэтому мы сейчас этим воспользуемся. То есть, сделаем отверстие здесь. И создадим первую. часть кожуха. Которую и наложим вот сюда. И так постепенно накладываем такие элементы, чтобы получился такой вот объем. И теперь настало время провести здесь пару трубопроводов гофрированных. Заклепки поставим. Кое-что, может быть, выведем еще наружу сюда, чтобы было так интересно. Ну и, пожалуй, на этом, наверное, мы закончим. Так. Давайте займемся трубами. Ну, вы помните, как мы их делаем. Те, которые погрубее у нас, можем использовать такую резьбу потолще. Потом Сложим пополам. И так аккуратно прижимаем с одной стороны. И тоже делаем с другой стороны. Я раньше вкладывал туда такие же трубки. Но потом пришел к выводу, что, в общем-то, это лишняя работа. И вполне можно без нее обойтись. Если мы чуть-чуть ее прикатаем, аккуратно тоже, то мы получим вот такую гофрированную, хорошую, толстую трубу. Которую, в общем-то, можем сразу здесь и разместить, скажем так. Но, предварительно, конечно, нам надо здесь все это. Так. Сделали. Крупную. Ну, а если нам потребуется помельче какая-то трубочка, то мы возьмем уже более мелкую резьбу. Сделаем то же самое, но наши зубчики будут потоньше и как бы тогда мы сможем сделать и трубочку потоньше. Если мы сделаем заострение такое, то мы можем сюда вполне это дело положить. Так. Хорошо. Теперь, может быть, здесь сделаем какие-нибудь наподобие вот этих, то есть те, которые выходят из уже механизма на оружие. Для этого я воспользуюсь, опять же, своим молдингом. Здесь у меня есть такие стрелки, которые я использую для вот таких вещей. Вот. И так-то аккуратненько можем сейчас вытащить и где-то эту стрелочку применить, скажем так, вот тут, где у нас пустое местечко. Сейчас мы ее применим в виде вот такого рычажка. Нам стрелка может быть и не нужна особо, стрелку можем отрезать. После того, как мы это сделали, провели шланги, скрепили их кое-где, то самое время здесь наставить таких крупных и мелких заклепок. Ну, как они делаются, вы уже знаете, то есть показывать я лишний раз не буду, покажу уже конечный результат. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы с вами сделали. На мой взгляд, довольно-таки серьезный, хороший механизм у нас получился. Сердце узнаваемо. Вы видите, когда у нас многоплановая композиция, тогда это создает эффект механизма, а не просто взять сердечко, налепить туда шестереночек, как многие мастерицы делают. Ну, это по незнанию. Теперь вы будете знать, что лучше всего это взять вот такой механизм, посмотреть, как он устроен, посмотреть, как он выглядит, в общем-то. Ну и что-то такое сделать. Только тогда это будет действительно объемный, красивый механизм. То есть мы с вами вот запекли и пришли теперь уже к конечному результату. Горячее. Ну, я попробую поднять. Вот так. Посмотрим со всех, со всех сторон. Все. Спасибо. Спасибо.